Добрый день, даже уже, наверное, добрый вечер, большое спасибо. Я представляю дата менеджмент компании Герофарм, и мой доклад будет посвящен как раз таки методам оценки тех самых фальсификаций, фабрикаций данных, о которых так много сегодня уже было сказано. И в клинических исследованиях вообще есть два, наверное, классических типа подделанных данных, это фрод и мисконтакт. Когда фрод – это умышленный подлог данных, а мисконтакт – это якобы случайно непреднамеренное изменение данных. И немножко другая классификация как раз подделывания данных – это фабрикация, фальсификация и плагиат. О них много было уже сказано, и фабрикация – это в какой-то степени эквивалентное понятие фроду данных, то есть это искусственное генерирование данных с нуля, то есть не изменение данных, как фальсификация, а прямо генерирование данных. Фальсификация, помимо изменения, может быть умалчивание данных, то есть, например, нерепортирование нержательных явлений. Это может быть как умышленным, то есть намеренно нерепортирование, так и случайным, то есть какой-то мискоммуникацион в исследовательской команде, и как-то до финального ввода данных в EDC не дошли сведения о том, что было нержательное явление. И, например, классический тоже пример с округлением данных, он также может быть как случайным, то есть, не знаю, весы были неточные, не показывали какие-нибудь граммы, так и намеренным, то есть намеренное округление для того, чтобы как-то, например, переблизить данные к норме. И плагиат – это присвоение чужих результатов исследований себе. Я об этом не буду говорить в рамках своего доклада, поскольку к data management и к методам, которыми анализируют данные data management, это имеет наиболее такое отдаленное отношение. Возвращаясь к фабрикации данных, фабрикация данных – это генерирование данных, и генерировать данные можно двумя способами. Либо придумывать, то есть человек сам генерирует данные, либо поручить какому-то логаритму, который, опять-таки, напишет человек, и сам уже компьютер будет генерировать данные. Но есть некоторая проблема в том, что человеческий мозг не настолько уж случайно генерирует данные, и было проведено некоторое исследование, его результаты оказаны на слайде, где люди просто спрашивали людей, и они случайно называли первопопавшееся, первопришедшее им на ум число. И можно на слайде наблюдать, что распределение частот встречаемости цифр далеко не равномерно, и вот люди больше любят число 7, 17, 13, 19, то есть все либо какие-то сказочные числа, которые у нас лежат в памяти, и с ними связано большое количество ассоциаций, как 7 цветов радуги, 7 дней в неделю, так и, например, число 13, 19, 17. Мне сложно объяснить, кроме того, что их связывает то, что они простые, и делятся только на себя и на единицу. Возможно, человеческому сознанию как-то приятнее их хранить у себя, они лежат на верхних полочках, нежели чем числа 4, 5 или 6. И подобный эксперимент я провела в нашей компании, и ходила, и спрашивала людей, не объясняя суть эксперимента, просто спрашивала первое пришедшее. Они называли первое пришедшее им на ум число, и у нас, на самом деле, число 7 любят 25%, то есть четверть опрошенных называли в первую очередь 7. Некоторые сопровождали это комментариями, что, ну, конечно же, 7, или, ну, а как же 7, дефолт 7. То есть как-то 4, 5, 6, например, да, совсем не были названы моими коллегами. И вот такой эксперимент, что, опять же, доказывает, что человек генерирует числа не совсем случайным образом. Он генерирует их благодаря каким-то ассоциативным связям, которые заложены в его сознании. И если один и тот же человек будет как-то фальсифицировать, фабриковать данные, то, скорее всего, будет некоторая закономерность, которая будет уловима алгоритмами, которые анализируют как раз-таки данные на предметы их фальсификации и фабрикации. И эксперименты экспериментами, да, но существует настоящий закон, закон Бенфорда, который говорит о том, что, ну, буквально, его смысл заключается в том, что маленьких предметов в природе больше, чем больших. То есть, наверное, нагляднее всего будет на примере. На графике представлено количество, в общем, посчитали объемы населения стран и взяли первые цифры объемов населения. И с цифры 1 начиналось почти 30% объемов населения стран. То есть данные подсчеты подчиняются закону Бенфорда, что говорит, опять же, о том, что даже природа частично не настолько случайна, в некотором смысле предсказуема. И, насколько я знаю, данный закон очень много используется как раз-таки в аудитах, в основном финансовых компаний. То есть его очень активно используют. И очень интересная история вообще его создания, то, как вообще люди задумались о том, что почему так происходит, почему Денис встречается чаще. Но поскольку у меня очень регламентировано время, я не могу рассказывать, но если будет интересно, обязательно прочитайте в интернете. Это очень интересная история. И, возвращаясь ко второму способу генерирования данных, это данные, которые генерирует компьютер. На слайде представлены некоторые вариации случайной последовательности, то есть круги разного случайного диаметра, размера, случайного цвета. И компьютер всегда генерирует данные по заданному алгоритму. То есть ему человек тот же самый задает алгоритм, он генерирует случайную последовательность. Но тонкость заключается в том, что для того, чтобы сгенерировать последовательность, компьютеру нужно какое-то начальное значение, инициальное число, оно также называется СИД. И даже все, всеми любимые рандомизационные последовательности, которые используются во всех клинических исследованиях и являются якобы абсолютно случайными, даже они подчиняются данному закону и являются воспроизводимыми, что является на самом деле требованием к рандомизационным последовательностям, насколько я знаю. Но это, опять же, немножко отдаляет их от случайных последовательностей, потому что они абсолютно воспроизводимы. И вторым свойством, генерируемым их компьютером последовательности, является то, что, начиная с некоторого момента, когда заканчивается период, они начинают повторяться, что порождает зависимые коррелирующие величины. То есть любой алгоритм, который будет анализировать данные, например, от корреляции, он сможет распознать то, что половина данных зависит, ну, в общем, данные делятся на две группы, они друг от друга зависят. И получается, все последовательности, которые генерирует компьютер, они псевдослучайные, то есть их случайность мнимая. Поэтому что человек, что компьютер, генерируют не в истинном смысле случайные какие-то величины. Да, и уже ближе к самому процессу анализа данных на предметах истинности, изначально нужно, конечно же, выбрать данные, и нужно выбрать их такими, чтобы они были релевантными, и релевантными были их результаты для интерпретации последующей. И сами методы оценивания данных делятся на две группы, то есть методы, которые работают на уровне центров, и сравнивают центры друг с другом, либо один центр противопоставляет всем остальным, и другая группа методов, это методы, которые анализируют просто уже полный пул субъектов, то есть именно уже на уровне субъектов. И тоже приятной отличительной чертой данных методов является то, что они в очень удобном и понятном формате предоставляют результаты. То есть в результатах получаются различные визуализации, то есть графики, либо таблицы, которые подсвечивают центры, либо субъектов, которые требуют наибольшего внимания для дальнейшего изучения. То есть буквально с первого взгляда можно понять, где нужно копать, где нужно искать что-то. И буквально несколько примеров таких методов. Допустим, метод, который как раз таки анализирует данные на уровне центров, и метод поиска корреляции. Вот на слайде представлены два столбца, где посередине, на второй строчке, находится сфабрикованный центр, центр 999. И его данные фабриковались двумя способами. Первый способ представлен в первом столбце. Здесь данные генерировали случайным образом. То есть как раз таки благодаря тому самому алгоритму, который был, благодаря которому генерировал компьютер данные. И если не углубляться в совсем детали, то матрица корреляции показывает зависимость данных друг от друга. И благодаря этому методу мы можем понять, что один центр отличается от других. То есть он даже не важно, коррелирует данные или не коррелирует. В человеческом организме, я полагаю, есть какие-то величины, которые зависят друг от друга. Но методы указывают как раз таки на центры, которые выделяются на фоне других центров. То есть, допустим, в первом столбце они, наоборот, породили большое количество зависимых величин, в то время как в других центрах таких зависимостей не было. И во втором столбце, где данные генерировались другим способом, наоборот, совсем не было зависимости, в то время как в других центрах на пересечении двух признаков была отмечена зависимость. И да, вот поясняя зависимость, чем темнее пересечение, тем выше зависимость между признаками. Еще один пример метода, который проводит мониторинг данных на уровне центров, это мониторинг серьезных нежелательных явлений. И тоже не углубляясь в детали, данная визуализация позволяет посмотреть уровень репортирования центра нежелательных явлений, в том числе данный метод, учитывая длительность нахождения центра в исследовании, то есть если центр всего месяц как включен и у него нет нежелательных явлений, то здесь это не будет отмечено как что-то подозрительное. И также возможно перерепортирование некоторых серьезных нежелательных явлений, что именно отмечается отличие от центра на фоне остальных, то есть какие-то центры при малом количестве субъектов имели очень большое количество серьезных нежелательных явлений, и уже здесь внимание проектной команды направляется на конкретные центры, на которые указал алгоритм. Регламент. Не смотреть всю базу, не выискивать, не анализировать, а буквально в первый взгляд посмотреть центр, который отличается на фоне остальных. И тоже очень интересный пример про инлайеры. Я все остальное время уделю этому примеру, все оставшиеся, потому что это очень интересно. Вот все слышали про отлайеры, наверное, то есть данные, которые сильно выделяются от общей линии тренда. Инлайеры, наоборот, данные, которые лежат совсем близко к тренду. И вот на самом деле тут был вопрос про какой-то человек пьет пиво в то время, как у него считается спорттрекинг. И я сразу подумала об этом методе, поскольку данные будут очень гладкие, очень ровные, очень, наверное, без какого-то зашумления. То есть как-то, если другие люди будут останавливаться, у них там будет что-то с сердцем, им нужно попить водички, отойти куда-нибудь в уборную, то, наверное, в том случае будет просто стабильно стоять телефон, но будет как-то там работать стабильно программа. И, возможно, данный метод поможет его определить, поскольку он будет выбиваться на фоне основных субъектов, которые как раз-таки жили обычной жизнью, отходили в туалет и пили воду. Да, и отлайеру я уже не буду говорить подробнее, потому что всем известны методы, которые как раз-таки фиксируют отлайеры. И я хотела только отметить, что в случае, если отлайер может быть и ошибкой на этапе ввода, и просто, ну и нежелательным явлением, но если в одном центре большое количество отлайеров, то есть они, опять же, выделяются от общего тренда, и лежат где-то снизу, это дан одного и того же центра, то есть системность ошибки может как раз-таки сигнализировать о том, что, опять же, центру нужно уделить побольше внимания и как-то проанализировать, что же там конкретно происходит. И все вот вышеписанные методы, они уже существуют и применяются, и вот я хотела отметить, что мы как раз столкнулись с такой проблемой, не проблемой даже, с такой радостью, как быстрый набор, то есть за полтора месяца было набрано, включено в исследование 40 субъектов, и нам, мы решили, что неплохо было бы разработать метод, который будет анализировать данные этих субъектов на их подлинность и истинность до того, как монитор отправится в центр или когда монитор будет в пути, мы уже будем все это анализировать. И вот заключительное слово, вот суммиро все-все-все вышесказанное, главной целью работы всех этих методов является именно только направление внимания проектной команды на какие-то центры, то есть ни один из методов не скажет, что здесь подлог, здесь фальсификация, здесь обманули, здесь там еще что-то сделали, методы только выделяют центры или субъекты, которые выделяются на фоне остальных и требуют более уже пристального такого анализа. Вот на этом все, большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо.